Нью-Йоркской публики. Так, у нас новости, которые пришли к нам к этому часу, редакцию Медиа Холл Негославик Фэмили, и в заключение еще раз о погоде, которая нас очень сильно волнует в преддверии замечательных еврейских праздников. На Рошашана в Филадельфии обещают облачную погоду с прояснениями, и дожди должны прекратиться. Это будет 3 октября, хотя будет довольно-таки прохладно. Хотя некоторые источники утверждают, что будет не прохладно, а даже будет очень даже неплохо, до 75 градусов по Фаренгейту. В общем, такие вот противоречивые есть новости по поводу того, какой будет Рошашана. Но, в любом случае, и в Филадельфии, и в Портнере, кстати, Орегон, на Рошашана дожди не обещают, обещают даже солнышко. Вот вопрос только о том, какая будет погода. Но вот, по уточненным данным, все-таки Филадельфия обещает вплоть до 75 градусов по Фаренгейту в понедельник, и, конечно, помешки в районе 68-69 будет во вторник. А в Портнере там такая ситуация, что на Рошашана обещают где-то вот прохладно, 65-67 градусов по Фаренгейту, а во вторник могут быть дожди. Рошашана — это Новый год по-еврейски, даже точнее это название как Голова года. И обычно евреи отмечают начало Нового года по еврейскому летоисчислению со дня сотворения мира. Этот год будет 577-й от сотворения мира. В этом году он наступает с закатом солнца 2 сентября, то есть ближайшее воскресенье. И обычно в эти дни самое традиционное пожелание — это сладкого Нового года. Вот с этими словами я с вами прощаюсь. Шаббат шалом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Добрый день, дорогие друзья! Друзья, как обычно в это время мы с вами говорим о недвижимости И это тема, которая для всех одинаково важна И для тех, кто имеет дома, и для тех, кто не имеет Почему? Потому что все, кто даже живет в апартменте Все стремятся к тому, чтобы иметь свой дом Кто-то живет в ренте, кто-то уже живет в доме, но он его арендует Все мы с вами стремимся к одному, чтобы продвинуться к одной из целей Целей жизни в Соединенных Штатах Америки Это у нас образование, дом, то есть семья еще, конечно Семья, ну это у всех есть, понятно, дом, ну и, конечно, пенсия Еще одна миллион долларов в банке Да, вот это очень хорошая поправка, Александр, мне очень понравилось Но на самом деле дом должен быть у каждого, я считаю, кто живет в Соединенных Штатах Америки Кстати, у нас уже есть звонки, наш номер 971-39-1-30 Не успел я поприветствовать Александра Сорокина Приветствую, Андрей, добрый день, дорогие друзья И добрый день, наши радиослушатели, добрый день, мы в прямом эфире Алло? Добрый день, Александр Алло, у вас там на заднем фоне реклама идет? Но это у вас, это у вас на заднем фоне, а у нас она уже не идет Итак, говорите Хорошо, добрый день, Андрей, добрый день, Александр Приветствую, Радик А можно несколько вопросов? Конечно В связи с чем была понята такта на молотном каунте на землю И ожидает она последующего снижения ее? Это первый вопрос Второе Если покупаешь дом и соблюдаются условия First Buy Owner И ты рассчитываешь на такс-кредит получить Играет только какой дом? Банковский, новый, старый или с аукционной? И третий вопрос Давайте, может быть, как-то мы будем по одному отвечать Я думаю, что о том и потом на что-нибудь не ответим, вы обидитесь Сначала первый По поводу налога в молотном каунте Но эта информация пока у меня отсутствует Будем считать, что у вас она достоверная И относительно причины, по которой этот налог в молотном каунте вырос Я думаю, что вам нужно обратиться не к риэлтору, не к оценщику Не к кому-то, кто занимается недвижимостью А к тем чиновникам, которые инициировали это и воплотили в жизнь То есть вы можете сделать официальное обращение в молотном каунте Сказать, что я являюсь резидентом, если вы являетесь И меня интересует, с чем вызвано И имеется ли какой-то документ Который, допустим, принят на уровне муниципалитета Или на уровне каунти В соответствии с которым имеет место увеличение ставки налога И вам, соответственно, там разъяснят Чем это было вызвано, почему и в каком размере Это ответ на первый вопрос По второму вопросу я не совсем понял начало То есть еще раз можно как-то поподробнее? Окей, покупай, если я хочу купить дом И рассчитываю получить такс-кредит Так Я first buy owner Давайте по тексту... Радик, секунду Давайте по текст-кредит сначала разберемся Что вы имеете в виду? Вы имеете в виду, чтобы вам гасили часть property tax Когда вы будете платить за мордгейч Или вы о чем-то другом говорите? Я так понял с ваших слов Это такса не снимается Снимается частично только На землю, которая вот на... Когда... Вот, нет, я просто поясню Значит, есть специальная финансовая программа Которая работает в рамках Portland City Limits Если вы об этом, то тогда мы друг друга поймем Она предполагает Что если вы получаете мордгейч То при соблюдении определенных условий Вы можете подать заявку На то, чтобы вам предоставили Некоторые такс-кредит Относительно property tax Соответственно, вы можете получить Там вплоть до 50% скидки на этот property tax Или там еще как-то Стоимость вопроса или входного билета Так скажем, в эту программу Разовый платеж 775 долларов Но там есть еще целая куча массовых условий Которые вам лендер должен пояснить И еще и не каждый лендер Аккредитован на эту программу То есть еще и нужно у лендера Изначально узнавать А может ли он вам в этом посодействовать Соответственно, здесь ключевое условие Это дом должен быть в Portland City Limit А не в целом в Молтном аккаунте Потому что у нас в аккаунте Как вы знаете, несколько шире И второе Это лендер должен быть ваш Который вам выдает приупровал Аккредитован при Portland Housing Бюро, насколько мне известно Потому что это их прерогатива И это оформляется через бюджетные средства И третий вопрос Это вам нужно сначала посмотреть Полную распечатку того Всех тех условий Которым вы должны удовлетворять Для того, чтобы вы могли претендовать На этот tax credit Вот В целом Ну, вы дальше во второй части вопроса Подняли тему о том Должен ли этот дом быть, допустим, куплен Через аукцион Или по классической продаже Насколько мне известно Такого ограничения нет То есть здесь вопрос не в том Какова природа дома А в том А какой вы оформляете займ С кем из loan officer Вы это делаете И вовлечен ли Portland Housing Bureau Во всю эту тему Соответственно, если Вот эти вот условия Относительно лендера Типа loan и так далее Удовлетворяют То Как мне известно Ограничений по природе дома нет И следующий вопрос Я так и не понял Вот если покупаешь новый дом То нету никакой гарантии Ну По поводу строительных компаний Которые делают качественно И желательно с наименьшими дефектами Так получается? Радик Я благодарю вас За то, что вы сами Инициировали разъяснение Этого вопроса повторно Потому что я понял Что у вас осадок остался С прошлого раза Что может быть Вы не совсем поняли То, что я сказал Смысл заключается в следующем Когда вы приобретаете новый дом У вас есть так называемая Home warranty Которая идет Вместе с домом На протяжении первого года И соответственно Вы все эти вопросы Которые возникают у вас На new construction В обычном рабочем порядке Можете решать Со своим продавцом Который одновременно билдер И он обязан Все эти вопросы урегулировать Плюс No new construction По сравнению Или перед Любым другим домом Который старше Одного года Или двух лет Допустим Или там ему 15 лет Как раз в этом-то и заключается Что приобретая новый дом Вы можете потребовать После home inspection Устранения этих недостатков До Клоузин Или После клоузин Потому что Вашей ситуации На практике Это в общем-то Равнозначно Потому что Если вы ему напишите До клоузин Он скажет Слушай, ну вот это Вот это я могу сделать час Все остальное Я тебе сделаю По home warranty В течение года В удобное для тебя время И вам Как разумному человеку Конечно будет понятно Что какой смысл Сейчас вставать в позу И требовать От застройщика Однозначно Устранения всех недостатков До клоузин Когда ему все равно Деваться некогда И он в течение первого года Владение вами Этого дома Все равно все это дело устранит Это очень большой плюс Которого нет Когда вы приобретаете Любой дом Которому допустим 10-15 лет То есть В этой ситуации Вы действительно связаны Вот этими 10 днями Home inspection period И все что вы успеете накопать И главное Все что вы успеете согласовать Еще Из того что вы накопали В этот же 10-дневный период Это то С чем вы в итоге Купите этот дом Если же вы не успеваете То к сожалению Ну или не успеваете Или у вас не получается Что-то там урегулировать Тогда вы соответственно Либо отказываетесь От этого дома Зная что Когда он станет вашим Все проблемы тоже ваши Или соответственно Вы его приобретаете Немножко прогибаясь И понимая что Ну ладно Все равно там Или там Это Какие-то Незатратные ремонты Или там еще что-то То есть это уже будет Как говорится Up to you Вот так И последнее Вы не собираетесь Получить Лайсенс Лон офицера У вас классно получается А то к другим Обращаются Не бей, не мей Не кукареку Одни термины И ничего не понятно Какое удачное совпадение Вчера разговаривал я На эту тему Дело в том Что Как мне объяснили По законам Орегона и Вашингтона Это была краткая вводная В эту тему Риэлтор Совмещающий Должность Слоун офицера Не вправе Допустим Содействовать В предоставлении FHA лоунов Что В моем бы случае Являлось Очень сильным Ограничением Для моих клиентов Потому что FHA Это самый распространенный Один из самых Распространенных Типов лоуна Сейчас И он был И есть Для людей Которые Не могут себе позволить Выйти на конвеншинал То есть Когда им Допустим Банки Или FMA Программы Или прочие Предъявляют Несколько завышенные Условия И по кредитскор И по Даунпейменту И так далее FHA Соответственно Это программа Которая позволяет Там 580 У тебя есть очков И ты уже можешь Претендовать на лоун Да там будет Рейд повыше Но по крайней мере Ты можешь А если ты имеешь 580 И идешь на конвеншинал Тебе скорее всего Все развернут И скажут Что извини дорогой Мы тебе денег не дадим И получается Что Ну это было одно из То есть Полной информации У меня пока нет Но Это очень серьезное Ограничение Из-за которого Я думаю Вот я даже еще пока Не встречал Два в одном Чтобы люди Являлись И риэлторами И лоун офисерами Потому что Ограничений вроде как Хватает Я знаю кучу примеров На Исткост Когда и в Иллинойсе И в Нью-Йорке Люди совмещают И две этих Профессии Так скажем И очень удачно У них это происходит Но Все же Видите У нас же законы разные Поэтому там Им законодательство позволяет И вроде как не ограничивает Хотя если мы об FHA Говорим То FHA Это же федеральная программа Может быть у них Та же история Не знаю То есть здесь надо смотреть Надо думать Рассуждать Если в этом будет смысл И толк И выгода для всех То тогда Почему нет А если Очень много Вот этих вот ограничений Связанных Допустим Не со мной Лично А в силу Вот этих вот Законодательных ограничений Которые есть То Наверное Наверное Бессмысленно Здесь Здесь просто надо Корректно себя вести В том смысле Что Мы же можем Давать Справочную информацию То есть о том Что есть какая-то программа Потому что вы Они и так можете узнать В интернете О том Как конкретно Она работает В каждом случае И о том Какие там подводные камни Это уже не наша тема Это тема Лоунофисеров Лицензированных К которым вы должны Обращаться И в зависимости от того Насколько квалифицированно Они вам дают ответ Решать Будете вы с ними Сотрудничать Или не будете И по этому принципу Всех и отсеивать К сожалению Что с риэлторами Что с лоунофисерами Что с юристами И со всеми другими Любыми Отраслями Народного хозяйства Одна и та же история То есть Если человек Непрофессиональный Или он что-то не знает То приходится тебе Разворачиваться И искать другого Это нормальный Нормальный процесс Отсева и отбора Шоппинг Так называемый Поэтому С одной стороны Кому-то это нравится А кого-то бесит И Те люди Которые Так вот Не любят Или хотят Сразу От первого человека Получить ответы На все вопросы Они конечно в шоке И говорят Ну что за люди такие Приходится время терять Ездить А хотелось бы Сразу в одном месте Получить ответы На все вопросы Поэтому Хочется конечно Быть универсальным Но Все знать невозможно И охватить Необъятное тоже Поэтому По мере того Насколько это будет интересно И главное Законно Чтобы это можно было Совмещать Без ущерба То да Но это Это время Отдела наверное Какого-то Отдаленной Отдаленной Такой перспективы Посмотрим Потому что там тоже И обучение И много чего еще И кучу времени На это надо потратить И фуллтайм И прочее То есть там Есть Есть свои Свои такие нюансы В общем Понятно Понятно Благодарю И последний вопрос Порекомендуйте Хорошего лон офицера Скиньте мне текстом Свой номер телефона Пожалуйста И я вам отправлю Несколько Несколько кандидатур С которыми я работаю И Мне нравится с ними работать Со всеми из них И почему несколько Потому что Каждый из них Может делать что-то свое И не все Лон офисеры делают Одно и то же И понятно почему Потому что Есть определенного рода Программы Которые требуют Аккредитации Кто-то успел Аккредитироваться Или захотел А кто-то не стал Вот От этого не значит Что тот кто успел Тот молодец А тот кто нет Тот не молодец Ни в коем случае Это просто говорит о том Что кто-то специализируется На одном виде программ Кто-то на другом виде Но в вашем случае Допустим Если вы First time home buyer Я думаю Что это очень важно Потому что Есть очень много Всяких разных программ Где вы можете Претендовать на Определенного рода Такие поблажки Назовем их так Или на компенсацию Closing costs Или на какой-то Ну это в виде гранта Или на пониженный Rate По mortgage Или там еще что-то И зная это Вы можете Соответственно Вопросы перед Лон офисерами Ставить сразу Кто-то вам скажет Слушай я занимаюсь Только типовыми вещами И мне все равно Что ты first time home buyer Вот тебе conventional loan Допустим 5% down Больше тебе ничего Дать не могу Но вы ответ услышали Вы поняли Вы можете получить От этого loan officer При approval Можете не получать Это ваше дело Но я советую все-таки Конечно получить Потому что Если вы этим шопингом Занимаетесь Если вы предоставляете Себе всю информацию О ваших доходах И разрешаете Этому loan officer Сделать Credit score pull up Это означает Что машина уже запущена И если вы в течение месяца Обратитесь к неограниченному Количеству loan officer Это абсолютно равнозначно Повлияет на ваш Credit score В смысле падения Вы знаете Что если запрашивается Кредитная история То ваш credit score падает Так вот Если вы в течение месяца Обратитесь к одному Loan officer Или к десяти У вас кредит score Упадет на одно и то же значение Ну к примеру На пять пунктов Я не знаю на сколько Но допустим на пять Поэтому Я вам скину четыре контакта Советую К каждому из них Обратиться С одним и тем же вопросом Предоставить каждому из них Документацию Если вы заинтересованы Сейчас реально что-то купить И это перед вами Сегодня реальная задача Потому что Когда они сделают Pull up Вашей кредитной истории Соответственно Ваш кредит score Уже чуть-чуть упадет И вы об этом должны Сейчас знать и понимать А значит Просто так Несерьезно К этому лучше не подходить Потому что Потом Они сейчас это посмотрят Вы завтра передумали А кредит score У вас немножко упал И как бы Какой был смысл Тогда этим заниматься Поэтому Если все серьезно Все у вас уже спланировано То обращайтесь к каждому И список из четверых Из четверых С кем сотрудничаю я Это абсолютно неограниченный список Там вы можете В любой газете В журнале Я не знаю В гугл набрать Кого угодно Здесь местно И обратиться еще К кому-то Потому что Если это вам Никак боком не выходит И это тот самый шопинг К которому вы стремитесь И который вам даст Реально нормальный результат И у вас будет Там 8 приопровалов на руках Это очень огромный плюс Потому что Одно дело Вы будете вспоминать А вот мне тот лоан офисер Там что-то обещал Но вот он мне приопровал Не дал А месяц уже прошел И получается Что чтобы он вам его дал Вам надо повторно обращаться И повторно У вас кредит скоро упадет Поэтому если уж Вы к каждому обращаетесь Доводите это обращение до ума Предоставляете все документы Какие из вас попросят И получаете приопровал на руки А потом Когда вы будете Офр писать И найдете тот дом Который вас интересует Вы по конкретной ситуации Из этой пачки Ваших приопровалов Выберите нужный Вам даже будет все равно Кто конкретно вам его дал Вам будет важно То Какие условия В этом приопровале Содержатся И вы его выберете И потом только уже По факту Увидите А кто из этих там Шести, восьми Или десяти Лоан офисеров Оказался подходящим Под ваш дом Потому что Именно так это происходит То есть Приопровал должен подходить Под дом Потому что продавец Предъявляет условия Финансовые в том числе Которые его бы удовлетворяли Из вашего оффера Соответственно Если не все Лоан офисеры Дают Или допустим Обещают вам одно и то же То это означает Что вам как минимум Нужно перебрать нескольких Чтобы хотя бы попасть Под конкретные требования Продавца То есть мы же Под него подстраиваемся Соответственно Чем шире у вас Выбор в кармане В плане приопровалов Тем вам будет потом Комфортней Оффер писать И вы не будете понимать Что вот там Вас ограничили И ваш приопровал Вам это не позволяет Допустим сделать Или то не позволяет Вот из этой пачки У вас всегда будет Какой-то наиболее подходящий Если не идеально вообще И это вам даст Очень большой плюс По сравнению Со всеми остальными Кто может быть Параллельно Тоже будет писать Оффер на тот же дом Вот такое Ничего себе начало У нас Да Мощно Мощно Да Спасибо нашему Слушателю Радику Да Радик его зовут Да Я номер телефона Кстати напомню 503-863-9369 Еще раз 503-863-9369 Буду ждать от вас тексты И сразу по окончании эфира Скину вам этих людей Александр А я позволю Позвольный Точнее Может быть Я себе позволю И ты позволишь Телефон объявить Который мы Так же С таким же успехом Как Радик Другие могут на нас Дозвониться И посылать текстовые сообщения Пожалуйста В течение сегодняшней передачи Пишите Звоните По номеру 971-319-1130 971-319-1130 И сегодня мы продолжаем Разговор о недвижимости Может быть не в том ключе В котором была наша Предыдущая программа Она была больше В политике То есть сегодня Она больше будет В экономике И в практике Пожалуйста Александр Следующий момент О котором хотел рассказать У меня сегодня Очередной клоузинг Здесь в Грешеме Замечательный дом Мы вот За получается Месяц и 5 дней Закрываем его С FHA loan Что в общем-то Очень замечательно Хорошо Вот сейчас ждем тоже Recording numbers Для наших счастливых покупателей Я думаю Не менее счастливого продавца У которого был свой риэлтор И вот в общем-то Очень приятное Такое событие Я думаю Что может даже на выходных Покупатели мои Будут туда переезжать На Новый год еврейский Не знаю Какое-то К ним имеет отношение А это хорошо Кстати Начинать Жизнь в новом доме С нового года Некоторые с прилетными птицами Некоторые с весенней капелью Кто-то с первым снегом А вот кто-то начинает И с головой года С новым годом Что ты можешь пожелать им Сладкого нового года Если ты принесешь Я сначала выясню Имеет ли этот праздник К ним отношение А потом буду желать А вот эта традиция Когда встречать Встречать своих клиентов Около нового дома Не только с ключом Но и с хлебом и солью Она вообще у нас существует здесь Это прекрасная традиция Вот риэлтор находится Прямо около дома И ждет с ключом Ключ висит так вот на шее И хлеб с солью Такого хлеб-соль Я здесь не видел Если честно Кто с чем встречает Кто с кошкой Кто с ложкой Кто там с вином Кто еще с чем-то Кто с коромыслом Кто во что гораст И это, кстати, замечательно Потому что в этом смысле Нет никаких особых правил Процедуру и так далее Это просто, знаете, такой жест Поощрения своих же клиентов За то доверие, которое было оказано Мне, допустим, как риэлтору Чтобы их представлять по сделке И они рады Я надеюсь, что все прошло гладко Красиво В очень серьезной мере Это зависит от меня И, ну, это также зависит В не менее серьезной мере От риэлтора-продавца Но, тем не менее, все это В целом дает вот этот Положительный результат Который у нас, в общем-то, и есть Поэтому, да, есть очень много Всяких разных, вы знаете, семинары Мы посещаем тоже Там люди приходят Всякие вендоры и прочие И показывают Всякие там памятные подарки Призы и так далее Но это уж такая часть Невидимая Невидимая айсберга, да Которая клиентам недоступна Но, да, я просто понимаю Насколько это такая, знаете Широкая тема Такая пространная очень И я вот еще раз повторюсь Очень рад, что Все друг на друга В этом смысле не похожи И в силу какой-то своей культуры И своего понимания Каждый риелтор, соответственно Скажем так, поступает Как считает нужным В этом смысле Следующий момент Какие вопросы мы сегодня Вообще у меня была задача Несколько вопросов сегодня Осветить Это прежде всего Мы в обязательном порядке Говорим о той статистике Которая у нас есть Это обязательно Такой побуждающий фактор Или отпугивающий Кому как Для покупателей и продавцов Вот здесь в нашей эре Опять Вашингтон Штат Вашингтон Это Кларк Каунти И в Орегоне Это Молотнома, Вашингтон и Клэкомас Каунти Говорим об этих За вот уже сегодня Последний день сентября Можно и за последнюю неделю Сделать некую такую подборку И подытожить информацию И за последнюю неделю тоже И за месяц, соответственно Очень интересный тренд То, что с июня у нас Идет такая определенная коррекция в цене К этому мы уже в общем-то привыкли И в сентябре Вот три месяца понадобилось Чтобы вот этот момент Он как бы Вот эта тема достигла такого апогея И мы бы видели, что вот сейчас В общем-то, наверное, тот самый пик Этой ситуации, этой коррекции То есть пик внизу Если мы смотрим на табличку Как эта кривая падала И вот мне кажется, что мы сейчас Уже нащупываем это самое дно И что этот разворот очень близок На мой взгляд Я объясню почему Потому что То есть То, что эта коррекция ценовая У нас началась с 1 июня Для всех, в общем-то, было Очень большим сюрпризом Никто этого не ожидал Все думали, что май был шикарный Замечательный, ровный Ровный в смысле, что цены росли Все на это смотрели Понимали, в какой ситуации Все находятся Много офферов было Практически на каждый дом Очень было радостно видеть То, что многие люди все-таки Корректно к ценообразованию относились Ну, им было в этом смысле проще Потому что Рынок был растущий И даже если они сегодня Корректно определили То, как правило, все заканчивалось Over asking price То есть Вот это количество Некоторых офферов Все равно эту цифру Вверх продавливало На немного На чуть-чуть Но это имело место Поэтому Это была практически Такая, я бы сказал Безошибочная пора Когда и риэлтор И продавец вместе В связке могли Относительно спокойно Если, конечно Продавец адекватный Если он Не в лотерейку хотел сыграть А реально у него Стояла задача продать дом Вообще не было проблемы Дома уходили махом Два-три дня Или Такой был показатель Как первый уикенд Что по результату Этого уикенда Как правило В понедельник Уже продавцы решали С кем из офферов Им остаться И кого предпочесть Сейчас мы об этом Вспоминаем О чем-то Как уже знаете Историческом факте Потому что ситуация Очень сильно изменилась Она очень сильно Развернулась Но она развернулась Тоже не без сюрпризов И тоже Обозначу Самый главный Из них На который Я сейчас смотрю И который Меня Как бы Удивляет Несколько Удивляет В том смысле Что он Очень сильно От майских В целом Весенних Данных Отличается Суть в следующем Коррекция ценовая Прошла Да она Незначительная Да она Совсем такая Как бы чуть-чуть То есть в рамках Там допустим С июня До сентября Там цена упала К примеру 7-10 тысяч В среднем Да Вроде как Если мы говорим О масштабах Там 300-350 Несущественное падение 7-10 Но оно имеет место В сентябре Что мы Что мы видим Домов на рынке Предложение домов На рынке Не увеличилось Я бы сказал Оно даже уменьшилось То есть чуть-чуть уменьшилось Но что у нас происходит С покупателями Их количество Очень сильно выросло И вот Весь сентябрь И включая Вот эту последнюю неделю Эта тенденция Не изменилась Она абсолютно Та же самая И вот эти цифры На которые я смотрю Каждый день Они удивляют Потому что У нас опять дефицит Он объективный Дефицит И в Орегоне И в Вашингтоне То есть у нас Есть определенное количество Домов Которые на рынке существуют Четверть этих домов Переоценены И у них Судьба одна Уйти с рынка Как cancelled Или expired Ну это Это то С чем чудес не случается Если они Не рассуждают Рыночные терминологии А рассуждают Какой-то своей Выдуманной То у них шансов Ноль Практически И это те дома Которые просто Отсиживаются на рынке Являются Таким Индикатором Для адекватных домов Что Это тот самый От которого Отталкиваются На которого равняются На который смотрят Как на музей Как на музейный экспонат Может быть Приходят даже Посмотреть внутри Чтобы понять Все-таки Почему же За него просят Такие деньги Люди Не находя ответ На это вопрос Разворачиваются Уходят И берут другой Менее дорогой Но более адекватный вариант То есть Ваш дом Еще раз повторюсь Если вы переоценили Его будут использовать Как музейный экспонат Вы просто будете Видеть людей Которые приходят Не заинтересованно Приобрести А понять Чем же он Что же вы такое Тут имеете В своем доме Что у него Такой ценник И разворачиваясь Они в итоге будут Предпочитать Совершенно другой вариант А вы будете думать О, трафик есть О, люди идут Они потому идут Что они на вас Идут просто поглазеть У них абсолютно Нет такого интереса Реального Живого Чтобы Написать Какой-то оффер Потому что Селларс маркет Это означает Что люди сейчас Ну Продавец диктует Условия Да И не принято Делать какие-то Лоу-болл Предложения Когда Снижать цену В своем оффере Там на 50 На 70 Там 100 тысяч Чтобы урезонить Продавца Который Непонятно чем Руководствовался Когда ценник свой выбирал Но не принято так Ну вот знаете Александр Вот недавно Нашмела история На фейсбуке Я думал что это фейк Но на самом деле Я проверил Это не фейк Домик Который реально стоит Где-то В размере Ну там 280-310 тысяч Вот в этом где-то Пределе Так вот реально Праздно там Зилу Там может оценить Я знаю что Иногда вы любите Зилу Иногда не любите Зилу Так вот Его выставили За 800 тысяч Наши ребята За 800 тысяч Это как То есть Ну Может реально Он может быть Как-то так И уйдет Есть Одна из миллионных Наверное да Если на ebay Зайти И набрать Какие-нибудь Кроссовки Найки И отсортировать Поиск От самой Высокой цены К самой низкой То можно увидеть Что кто-то Какой-то чудик Продает пару За 10 тысяч долларов А другой Нормальный Вменяемый Те же самые За 100 долларов Продает Это абсолютно Две одинаковые пары Это я говорю К тому что Кто-то Кто-то чудит Непонятно чем Руководствуясь А кто-то Просто адекватный Вменяемый И понимает цену Этому же товару И продает его За вменяемые деньги Это ответ на этот вопрос Потому что Если этот дом Стоит 100 тысяч Он за 800 Уйдет только Если найдется Такой же чудик Который За кэш Этот дом купит Потому что Шансов на Appraisal У этого дома Отсутствует Потому что Придет оценщик И скажет Что этот дом Ну максимум Красная цена Там 200 к примеру Его продают за 800 Что это значит Что этот дом Никогда не будет Продан за банковские деньги За исключением Случа Когда Этот покупатель Разницу В кэше Доплатит 200 дает банк И говорит Вот тебе Appraisal Цена ему Красная 200 тысяч А этот Кто-то Решил Что Что этот дом Стоит 800 Я не знаю Чем он руководствуется Может он Не совсем С головой Дружит И он Решил 600 Из своего Кармана Доплатить Банк Не будет Препятствовать Он скажет Ради бога Ты можешь Из своего Кармана Хоть сколько Доплачивать Просто Вот тебе Low appraisal Решай Со своим Продавцом Что ты Будешь Делать Если Главное Ты согласен Доплатить Разницу То банк Тебя Профинансирует В рамках 200 тысяч Вот и все Поэтому Чем Руководствуются Вот такие Люди Которые Выставляют Ценники Нереальные На что-то Что имеет Совсем Другую Цену Кто-то Шутит Кто-то Не знаю Какие-то Свои Пытается Может быть Разбавить Рынок Вот этим Фейком Ну реально Это фейк Даже если он Имеет место Если он Действительно Выставлен за эти Деньги Но это все равно Фейк То есть этот Фейк Может иметь Какое значение Тем не менее Он может Он может В числе Прочих Просто повлиять На Некоторую Среднюю Цифру По этому Нейборхуду Вот Вы знаете Если вот С этой точки Зрения Посмотреть Туда Этот дом Будет Играть роль Потому что Ну давайте Рассудим Так Допустим Есть Нейборхуд В нем Продается 5 домов Один 400 Там Другой Там 400 Третий Там 450 И так далее Средняя цена По палате Получается У нас Сколько 410 Вот Теперь Появляется Вот этот Чудик Который Житом За 800 И у нас Получается Средняя цена Улетает Куда Ближе К 500 Просто Потому что Он ее Взял И продавил Когда Придет Оценщик Если он Будет Смотреть На Это Он Будет Понимать Что Да Наверное Этот дом Переоценен Но он Реально Есть На Рынке И Я не Знаю Будет Ли он На самом Деле По Серьезному Принимать Во Внимание Потому что По всем Основным Характеристикам Этот дом Будет Таким Как Дом За 400 Но Учитывая Тот ценник По которому Тот дом Выставлен Вполне Вероятно Что он Какую-то роль Тем не менее Сыграет Потому что Мы всегда Смотрим На статистические Данные И видим Такой показатель Как Average Price Median Price И так Далее То есть Понятное Дело Что Что По большей части Эти Цифры Относятся К Уже Проданным Домам Но Тем не менее В тот Момент Когда люди Пытаются Разобраться Что у нас Случилось Со средней Ценой По которой Дома Выставляются И они Все дома Все листинги Принимают Во внимание По какой бы Цене Эти листинги Не были Выставлены Все равно Этот дом Сыграет Свою роль Поэтому Если Кто-то Вот С таким Далеким Подходом В смысле Недалеким А далеко Идущим Смыслом Вот это Выставил То тогда С этим Очень интересно Даже разобраться И покопаться Кому это надо Потому что Это такая Ставка Очень сильно Продуманная О которой Многие Даже могут Вообще Ну Такую мысль Не допускать Думают Кто-то шутит Но он же Официально шутит А раз официально Значит Какие-то Последствия Должны быть И вот Если начать В этом Разбираться То можно Прийти к Очень интересному Выводу В итоге Который На поверхности Не лежит Так что Вот такой ответ Наверное Андрей На твой вопрос Да Интересно Ну что ж Давайте мы сейчас Пройдемся На рекламу И я полагаю Что наверняка У наших слушателей Тоже возникнут Вот Какие-то Вопросы И Александр Тоже так же Вот ловко Ответит на них Как он мне Только что ответил Так что Звоните И текстуйте Ваше сообщение 971-319-1130 Оставайтесь с нами Вы слушаете KXET 1130 AM Радио Славик Фэмили У вас случилась Автоавария Или рабочая травма? Не переживайте Позвоните в клинику Pacific Chiropractic Мы избавим вас От лишнего страхового И бумажного стресса И возьмем все ваши Заботы на себя Наши клиники Удобно расположены В Портленде На пересечении 172-й И Дивижн И в Ванкувере На пересечении 120-й И Мир Плайн Наш телефон 503-760-07-78 Мы заботимся О вас И вашем здоровье Срочно Строительная компания LADA Интерпрайзес Принимает на работу Людей с опытом И без Для работы В сфере строительства В среднем Зарплата От 12 до 14 Долларов в час А для рабочих С опытом По установке Сайдинга и окон Зарплата От 14 до 18 Долларов в час Для бригадиров От 18 до 25 Долларов в час Также требуются Субконтракторы Обращайтесь по телефону 503-860-666-0 503-860-666-60 Ого Как он играет А где научился-то, а? В новой песне Там и преподаватели хорошие И детям И родителям нравится Но прослушивание Пройти нужно И песню спеть На вступительном экзамене Казалось бы Не так уж и легко Но Зато научат Играть на пианино На скрипке На гитаре И виолончели А если ты хочешь петь То есть уроки вокала Обращайтесь К знатокам Своего дела Звоните 503-408-8459 Чтобы научиться играть И петь Нужно быть в новой песне Как выбрать Самый лучший магазин Славянских продуктов Ассортимент Качество продуктов Доступные цены Все и больше Вы можете найти В магазине Вечерняя Москва Лучшая славянская аптека В городе Свежий хлеб Большой выбор чая И напитков Самые лучшие цены В Портленде Вечерняя Москва Магазин Который поможет вам Почувствовать себя Как дома И приятно Удивить своими ценами И ассортиментом Магазин удобно расположен На пересечении 135-й и Дивижн Как ни крути Но лучше магазина Вечерняя Москва Больше не найти Строите дом Или делаете ремонт Значит вам непременно Нужно посетить Магазин напольных покрытий Люкс Флорин Здесь представлен Широкий ассортимент Покрытий из натурального дерева Плитки, ламината, карпита Слябов, камня, формика Камбрия Каунтес ЛВТ А также лучшие цены В городе на силикон В нашем магазине На Норд-Ист 106-й и Сэнди Вы получите полный сервис От разработки дизайна До установки напольных покрытий Телефон 971-645-6257 971-645-6257 Ждем вас в магазине Люкс Флорин По адресу 106-28 Норд-Ист и Сэнди Внутренний голос Скажи мне Чего же мне хочется? Во-первых, пирожен Во-вторых, конфет А в-третьих, мороженое И скорее быстрее Магазин «Лакомка» в Ванкувере Все, чего душа пожелает Огромный выбор домашней выпечки Которая производится прямо на месте Много разновидностей чая Ну и, конечно, самые качественные европейские продукты Наш адрес 516-SELF-EAST Чикалов-Драйв Суит-27 Ванкувер, Вашингтон Телефон 360-253-11-16 Магазин «Лакомка» Все, чего ваша душа пожелает С давних пор горячие источники и минеральная вода Известна своими целебными свойствами Ее благотворное влияние на организм человека Использовали лекари во все времена Боннивилл Ход Спрингс Резот и Спа Приглашает вас отдохнуть в отеле с бассейном На горячих источниках с минеральной водой А также получите оздоровление в нашем санатории Курсы на 3 и более дней санаторного лечения Помогут вам не только хорошенько отдохнуть Но и поправить здоровье Мы предоставляем полный пансион с проживанием, питанием, оздоровительными процедурами И рекомендации специалиста по здоровью Бронируйте места по номеру 866-743-97-19 На английском языке 360-910-92-80 На русском языке Внимание! Редакция медиахолдинга Slavic Family Не несет ответственность за содержание рекламных сообщений и авторских программ Продолжаем нашу программу о недвижимости Вы можете нас не только слушать на частоте 1137 Но также смотреть на сайте slavicfamily.org И потом дальнейшее вы можете все это увидеть и даже в записи И Александр Сорокин, риэлтор, которого знают и в штате Орегон и Вашингтон У него лицензия и здесь и там Продолжает как раз делиться советами для тех, кто покупает и продает И также отвечает на ваши письма Телефонные звонки по номеру 971-319-130 Вы можете продолжать и звонить и писать И с удовольствием мы ответим по мере поступения этих звонков Спасибо Закончу мысль, которая относится к ситуации, которая у нас сейчас есть здесь в сентябре Которую мы наблюдаем То есть смысл заключается в общей мысли в том, что Как я уже на прошлом эфире говорил, на мой взгляд Вот то, что мы сейчас видим, это у нас реальная ситуация распродажи на рынке Распродажи как раз это То есть распродажи это то, что делается в ограниченные сроки На все остатки товара, все, что там есть Люди прибегают, хватают, платят те деньги, которые по ценнику Кто-то пытается там в пять рук схватить один и тот же товар Кому-то это удается И это очень сильно похоже на то, что у нас сейчас происходит на нашем рынке Потому что ситуация с точки зрения спроса и предложения Абсолютно идентична весенним данным Но тем не менее весной у нас цены росли, а сейчас они не растут И многие люди, соответственно, ищут всякие дилы Пытаются урезонить свои критерии, по которым они ищут дом Они понимают, что может быть идеального они сейчас не найдут Но тем не менее те цены, которые сегодня скорректированы Как мы уже сказали, на определенную величину Они являются для очень многих заманчивыми И это, в общем-то, то основное, что срабатывает Со всем остальным люди либо мерятся, либо решают как-то это потом Когда они уже в итоге купят этот дом Но очень большое количество людей прекрасно понимает Что такая ситуация долго продолжаться не может И, так скажем, превосходство покупателей над продавцами на рынке Так или иначе, в итоге, я бы сказал, воплотится в увеличение цены Потому что если у нас предложение на рынке не станет больше То не останется ничего другого, как просто всему на пять начать расти Это у нас очередной ком запустит Вот этой спирали, когда Те люди, которые сидели и ждали Что сейчас, может, еще цена упадет там Или я, может, сейчас еще найду себе дом получше Они в итоге плюнут и скажут, что Ну все, цены, похоже, пошли вверх Надо точно хватать И вот эта вот истерия, которая начнется Вот в таком массовом порядке Она в итоге эти цены толкнет так же, как мы это видели весной А весной, это не внезапно весной началось Это началось еще, если честно, с ноября То есть с прошлого ноября по май Вот эти там больше, чем полгода Это был вот этот вот период бесконечного, как казалось, роста цен То есть, по крайней мере, за эти семь месяцев С ноября по май цены ни разу не тормознулись И ни разу не скорректировались вниз Поэтому, на мой взгляд, если мы сегодня в этом году Сейчас будем повторять те тренды, которые мы уже один раз видели В прошлом году То как только эта ситуация у нас развернется На мой взгляд, следующая коррекция у нас опять случится только летом И не знаю, как там с этим будут связаны все эти президентские выборы И будут ли они вообще как-то влиять на все на это Но при прочих равных Вот ситуация, на мой взгляд, будет абсолютно идентичная прошлогодней Поэтому, еще раз, всех тех, кто колеблется и сомневается Покупать дом или нет Я считаю, что сегодня и сейчас очень хорошее время Чтобы вам очень активную позицию покупателя на рынке занять Для тех людей, которые думают о том, что хорошее ли сейчас время продавать Здесь всегда есть встречный уточняющий вопрос А с какой целью вы его продаете? То есть, хотите ли вы его продать просто потому, что вам кажется, что сейчас хорошая цена на рынке продать? Или же вы хотите его продать, потому что вам надо переехать Вам надо, ну, допустим, вообще в другой штат или в другую местность Или вы хотите сделать апгрейд или даунгрейд Вот если у вас есть какая-то причина, по которой вы реально хотите продать дом То вам абсолютно не важно, что творится вообще сейчас на улице Какая ситуация? Плохая, хорошая, средняя, не важно Потому что продадите вы сейчас свой дом дорого Если, допустим, сейчас все растет То вы и другой дом, в который вам переезжать, также купите дорого И в вашей жизни вообще ничего не изменится Вы будете рассказывать всем, что я дорого продал дом И, наверное, не будете рассказывать, что а потом я также дорого опил во второй Или взамен того, который продал То же самое, если у нас сейчас цены немножко опустились Некоторые продавцы боятся, что сейчас они выйдут на рынок Продадут дом, продадут его дешево Но почему-то они дальше не разрывают эту мысль Так если я сейчас выйду на рынок и продам свой дом дешево То я и куплю другой взамен этого тоже дешево Потому что рынок же при этом не изменился вот он сегодня То есть если мы рассуждаем с вами о каком-то коротком отрезке временом То все, что вы делаете противоположное То есть продаете и покупаете То оно на этом... Это все, вот эти два процесса Они работают на основе одного и того же Если, конечно, вы сейчас хотите продать дом и через полгода купить Вот это игра в лотерею Потому что мы не знаем, что будет через полгода Что цена может вырасти И вы можете за свои деньги живые, которые у вас После продажи вырученные будут на руках Купить что-то более интересное Но также цены могут и вырасти То есть если они вырастут, соответственно Вы сможете меньше себе позволить Поэтому, если события у вас эти совпадают Не откладывайте Никого не слушайте Потому что все остальное просто неологично И это будет полная ерунда Если вам надо решить свой вопрос Именно в том смысле, что вы продаете и покупаете И можно это делать в любое время Еще раз скажу Абсолютно на что на это не влияет Если это очень тесно связано по времени Вот эти два собора Этот вопрос разобрали Следующий вопрос Еще два у нас Мы, наверное, только на одном из них остановимся Хотелось вот еще о целом Здесь положить То есть это тот самый документ Коммент, который для покупателей Является некой Некой справкой Укороченный О том, что если оно не остановилось То есть когда вы подарите оффер Вам, соответственно, продавец Вам, соответственно, целостность Дискор уже предоставил Из этого правила есть исключения То есть если это дом банковский Если вы покупаете на аукционе Если продает То называемый Эстрейт То есть эти Назначены По доверенности Кто-то То есть Не собственник Кто-то С другой Собственник То здесь есть исключение То есть если Продавец Не собственник Наводок Нет Те Они Вот Кого я сейчас Обозначил Они Отношел Они Отправа Вам предоставляют Вам предоставляют Предоставляют Вам целостность Сказать Соответственно Этот дом Нападает В разряд Если Они Продавец В Метод Метод Ра Темник Требуются Наличие А nine Наличие Те Объяснительно Один На Фактор Ин С В С С Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 в кладовку, не выхода из дома, а в кладовку, грубо говоря, или там в туалет, или там еще что-то, то эти вопросы будут крайне неадекватно восприняты любым нормальным продавцом, потому что он скажет, слушай, ты хочешь дом купить, или ты сейчас будешь мне вот тут стоять и говорить о том, что у меня там плохо окно закрывается, я тебе скинул 10 тысяч, и так далее. Вот если бы продавец с покупателем общались напрямую, то это почти во всех случаях были бы конфликтные, практически безвыходные ситуации. Поэтому есть у каждого из сторон посредник в виде риэлторов, который мы призваны очень сильно сглаживать и фильтровать все то, что происходит. Фильтровать не в том смысле, что отбрасывать ненужное, а в том смысле, что убирать вот этот лишний негатив, который, возможно, есть и у продавца, и у покупателя, и в итоге обсуждать это на несколько ином уровне, пытаться, то есть мы в первую очередь в этой ситуации как профессиональные переговорщики, потому что мы понимаем то, что нужно нашему клиенту, мы обязаны понять и проникнуться в то, что нужно противоположному клиенту, ну то есть в противоположной стороне, и вот двум риэлторам приходится найти какой-то вот общий знаменатель у этой проблемы. Поэтому я специально вот такую вводную сейчас рассказал, чтобы вы понимали, что это не просто, что нет такого ответа какого-то прямого и однозначного на ваш вопрос. Поэтому в зависимости от того, как у вас развивалась ситуация, и, допустим, был листинг прайс, и вы дали листинг прайс, и не просили closing costs, и вроде как продавец что хотел, то он пока в вашем оффере от вас формально и получает, то в этой ситуации вы делаете home inspection, и, опять же, ключевое, это вы разделяете все выявленные инспекторами проблемы на две категории. Первая – существенная, вторая – несущественная. К первой относится все то, что, еще раз повторюсь, structural and safety defects, и все, что относится к требованиям закона. К требованиям закона относятся в обязательном порядке это straps на water heater, потому что это от предупреждения от землетрясений, и в Орегоне, и в Вашингтоне это правило работает одинаково. Если вы приобретаете дом, стоит water heater, и он не прикреплен straps к стене, значит, это то условие, которое продавец должен выполнить, потому что дом может не пройти appraisal. Очень просто. И поскольку это крайне незатратная процедура, то всегда продавцы озадачиваются и выполняют это. Даже на аукционных банковских домах я, и в моем случае это было так же. Поэтому это вот эти straps, и все, что касается smoke detectors и carbon monoxide detectors. То есть по одному в каждой комнате smoke detectors, и по одному на каждом этаже carbon monoxide detectors. Это то, что продавец тоже обязан выполнить. Соответственно, если вот вы ограничиваетесь какими-то серьезными недостатками, на которые указывает инспектор, плюс те, которые по закону нужны, то в подавляющем большинстве случаев продавец воспримет ваши требования адекватно. Если же вы снабдите вот этот свой лист требований всякими, типа вот там подкрась, там вот антимоскитную сетку замени, там еще что-то сделай, вот там ручка у тебя шатается, там или болтается, подтяни, там у тебя гвоздь торчит. Вот тогда вот чем больше будет вот этого мелкого, а это именно к мелкому относится. Я понимаю, что в большом доме эти мелочи могут на сотни долларов набежать. Я это прекрасно понимаю, но здесь вопрос в том, что сотни сотнями, а дом измеряется сотнями тысяч, да, и когда одно с другим сравниваешь, сразу вот это мелкое, оно просто меркнет. Поэтому чисто тактически и стратегически не вписывайте, вот не разбавляйте то существенное, чтобы вы точно хотели, чтобы продавец сделал вот этой мелочью, потому что вы просто сами себе можете испортить вот эту картину и то, что то затратное, которое действительно есть, которое может тысячами долларов измеряться, допустим, неработающий кондиционер. Это очень серьезная тема. И если выявляет инспектор, что он не работает, то он, соответственно, вы эту форму вписываете и говорите по продавцу чини или скинь на ремонт, вот. А вы, соответственно, просите это и при этом просите дверь подкрасить. В итоге продавцу будет очень тяжело морально разграничить одно от другого и сказать, хорошо, я тебе кондиционер починю, а дверь красить не буду. Он может сделать наоборот, он скажет, я тебе дверь покрашу, а кондиционер чинить не буду. Почему? Потому что вы ему сами дали возможность выбрать между серьезным и несерьезным. И, конечно же, он предпочитет несерьезное. И уберет все то серьезное, что бы вы действительно хотели. Поэтому думайте об этом заранее. Вот, не знаю, опять же, как будто у вас нет риэлтора, вот у человека, который сейчас звонил, если это ваша личная задача, все-таки сами определяетесь с этим перечнем, будьте адекватны, будьте разумны, разграничьте это, и тогда у вас очень хорошие шансы на то, что вы минимум денег из своего кармана потратите на дальнейший ремонт. Время у нас, к сожалению, закончилось. Я напомню свой номер телефона. 503-863-9369. Еще раз, 503-863-9369. С вами был Александр Сорокин, ваш риэлтор в штатах Вашингтон и Орегон. До новых встреч в следующий вторник. В час дня. Вы слушаете радио Slavic Family. Новое радио на старой волне. Без четырех минут у нас начинается радио Slavic Family и работа службы информации, как обычно в это время. В наших дорогах потихонечку уже начинается трафик. Наверное, все-таки, несмотря на погоду такую, что лучше сидеть дома, многие уже потихонечку пытаются куда-то выехать. Но вот смотрите, что получается. Если вы двигаетесь из спортного в сторону Ванкувера, на север уже средняя скорость движения сейчас стоят 15 мили в час. На 84-м фривэй, на полпути, с стороны 205-й в сторону даунтауна, то есть в западном направлении, скорость движения сейчас падает до 13 мили в час. На 205-м фривэй пока еще все довольно-таки неплохо. Чуть-чуть есть задержки в районе хэппи-баллы. Но, тем не менее, так вот приятно у нас сейчас на наших дорогах. Есть, правда, некоторые задержки внутри, то есть на наших внутренних так вот улицах, где-то так вот между ними небольшие задержки. Но, тем не менее, думаю, что они не особенно так вот вам мешают двигаться. Друзья, если вы вдруг попали в аварию, то звоните сразу. Есть прекрасный телефон для бесплатных консультаций. Это бесплатный телефон 1-800-559-1808. Его можно набирать с любого пайфона, с телефона, с граммофона, откуда хотите. Он бесплатный. 1-800-559-1808. Это юридическая фирма «Елена Цеприн», которая специализируется на автомобильных авариях, на авариях-катастрофах, на всех видах транспорта, где пострадавшие пешеходы, велосипедисты, мотоциклисты, несчастные случаи, серьезные последствия, также производственные травмы. У «Елены Цеприн» многолетнего подработки, безупречная репутация, которая прокреплена сотнями, выигранными делами непосредственными обещаниями. Все это залог вашего успеха и максимальной компенсации в случае всех ваших неприятных неприятностей. И в штате Орегон, в Портленде, удобно расположено ее представительство по адресу 141-40, South East Stark Street, 141-40, South East Stark Street. Вы можете прийти по этому адресу, но лучше сначала позвонить, и вам назначат appointment в удобное для вас время по номеру 503-539-7576. Такой простой номер телефона. 503-539-7576. Это юрфирма «Елены Цеприн». Ну а сейчас о погоде. У нас впереди не только дожди, но и грозы. А пока у нас довольно-таки такая приятная погода. Солнышко откуда-то не возьмись так вот вышло из-за туч и из-за облаков. Хотя сегодня нам синоптики не особенно говорили, что вот такое будет вот у нас чудо. Сегодня у нас будет не больше 69 градусов по Фаренгету. Сейчас солнечно пока. Да? Вера Ивановна, солнечно на улице? Солнечно. Я вот тут сижу, даже не знаю, не вижу света. Солнечно, да? Солнечно. Солнышко светит. Правильно. Я так только тоже думал. Потому что у меня вот тут... Видите, я вижу все по приборам. То есть я ориентируюсь в пространстве по приборам. У меня вот здесь вот есть прибор, который показывает, что мы в эфире на 1137. Есть прибор, который показывает, что мы в эфире в онлайн. Есть прибор, который показывает, что у нас солнечно. Есть прибор, который показывает, что на Солнце нет никаких вспышек. Все по приборам. Жизнь по приборам – это очень интересно, на самом деле. Представящую ночь нам обещают в районе 50 градусов по Фаренгейту, и начнутся дожди. Зато дожди и грозы нам обещают при температуре не больше 63 градусов по Фаренгейту. Дожди продолжатся в ночь на воскресенье, также и в воскресенье тоже дожди. А вот в понедельник, в первый день нового 577 года «Сотворение мира» вроде будет более-менее такое облачно-солнечное, и дожди нам не обещают. Так что, дорогие друзья, щанатова оматыка, сладкого вам нового наступающего 577 года. Я сейчас вас оставляю с коротенькой рекламочкой. И также Вера Ивановна вот тут потихонечку корпеет над своим компьютером. То ли компьютер корпеет над Верой Ивановной, это еще вопрос. Ну и также она сейчас будет корпеть над вашими замечательными сообщениями, телефонными звонками по номеру 971-319-1130. Но о тех, кто хочет сначала подкрепиться, я хочу вам сказать, дорогие мои, Если вы сейчас приедете в магазин «Изабилие», вы сможете вкусить великолепные куриные шашлычки. Они пока только по пятницам. Это настоящий чудо, настоящий праздник. Они вкусные, сочные, наисвежайшие, с лучком. Такие вкусные. Корбис он очень-очень хорошо их готовит на совершенно новом оборудовании. Кстати говоря, на кухне, где как пчелки порхают и работают 10 сотрудников в магазине «Изабилие», там есть субботники, которые делают так, как это нужно. Так что не переживайте. Если вам скажут, что это мясо говяжье, оно говяжье. Если куриное, то куриное. Если рыбное, то это рыба. А не как в других магазинах. Вам только поддакнут и положат туда то, что и раньше, когда ты и хрюкала, и визжала. Вера Ивановна, вам весело, да? Мне тоже. Особенно тогда, когда я вот купил под видом говядину однажды в одном магазине, а принес, и вижу, что это не говядина. Вот, то есть, вижу, говядина, пригляделся, хрюша. На самом деле, в магазине «Изабилие» вы можете приобрести любые товары, какие только вы хотите. Только в магазине «Изабилие» люди честные. Они вам скажут, что, где и как. И что, где, и, кстати, там вот каширные товары, они запакованы в специальную вакуумную упаковку. Также халяльный товар. Там очень много мусульман приходит. Мусульманы знают, что в магазине «Изабилие» есть хорошая халяльная продукция. Также и христиане знают, что там есть то, что нужно. И иудеи тоже. Все всё-всё-всё знают. Поэтому магазин «Изабилие» распахивает свои двери каждый день на «Саут-Из-Дивижна» 179-й. И у них очень вкусно, замечательно, удобно. Там есть салатики, горяченькие. Есть вот куриные шашлычки. Это сейчас просто чудо. Вот так сейчас полакомится ими. Поверьте мне, это сейчас будет очень здорово. Я на прошлой неделе в пятницу получил в подарок. Вот вечером я туда заехал, кажется, там остались шашлычки, которые... Ну, остались. Ну, и я, конечно, их съел. Слушайте, вкусные шашлычки, очень вкусные. Свеженькие такие, приятные. Приходите там, действительно, очень... Это целая сказка будет для вас. Настоящий ланч. Так что передавайте перевер, кстати говоря, в магазине «Изабилие». И знаете, что магазин «Изабилие» — это самый вкусный и чудесный магазин. Ну, я вам честно скажу. Если вот что касается европейских товаров, товаров европейского качества, я же в магазине «Изабилие». Мне больше ничего не надо. South East Asia, 179-е. Эвине новый магазин на вкусном месте. Оставайтесь с нами. Не осень в нашей грусти виновата, а лишь в душе отсутствие весны. Первое общественное. Радио «Славик Фэмили». Славик Фэмили. Искренняя и бескомпромиссная Земфира В твоем городе 20 ноября Сан-Франциско, the world field Билеты на axs.com Международная связь для звонков в Украину, Россию, Молдову, Беларусь, Израиль и другие страны от World Telecom Systems. Отличное качество связи, самая низкая цена, посекундная тарификация. Никаких лишних билов и скрытых платежей. Звоните. Также подключаем домашние и офисные телефонные линии для безлимитных звонков по США и Канаде всего за 5 долларов в месяц. Мобильная связь теперь доступна всем и каждому без контракта. Неограниченные звонки, текстовые сообщения, интернет от 25 долларов в месяц. Специальные планы пенсионерам и студентам. 10 долларов на целых 120 дней. Подключаем все телефоны компаний. Verizon, AT&T, T-Mobile, World Telecom Systems. Мы делаем связь дешевле. Звоните. 1-888-898-1815. Хотите улучшить свое пищеварение? Выглядеть моложе. Но у вас частые стрессы, головные боли, несбалансированное питание. Все это приводит к неприятным последствиям. Дискомфорт, чувство тяжести во время и после приема пищи. Проблемы с пищеварением. Вам нужен растительный напиток на основе алоэ вера. В его составе натуральный природный компонент алоэ, который содержит более 200 активных компонентов. Минералы, витамины, аминокислоты, ферменты, которые работают исключительно на благо вашего организма. Покупайте напиток алоэ вера ОФК во всех русских магазинах города. Для оптовых закупок на свадьбы и другие мероприятия звоните 503-688-8970. Юридическая фирма по защите прав «Адвокат Матфей Филбрук». Многолетний опыт, эффективность, конфиденциальность и безупречная репутация. Криминальное право, защита от покушений, нападений, боровства и грабежей. Автомобильные аварии всех видов транспорта. Травмы на работе. Нарушение правил дорожного движения. Все виды штрафов, включая водителей CDL. Консультация по вопросам автомобильной страховки и банкротства. Вы можете получить бесплатную консультацию. Также вы можете обратиться к русскоговорящему ассистенту-адвоката. Анатолию. Номер телефона 503-290-60-34 или к Лесе. Номер телефона 503-970-38-70. Матфей Филбрук. Уверенность и результат. Ну что, продал? Конечно, продал. С таким профессионалом, как Давид Ангуладзе. Иначе и пить не могло. С его помощью уже и новый дом присмотрел. Теперь работаю со специалистом по займам Мариной Никифоровой. У нее огромный опыт в этой сфере. Давид Ангуладзе и Марина Никифорова предоставляют весь спектр услуг по купле-продаже недвижимости. Цены на недвижимость и аренду стремительно растут. Не ждите. Обратитесь к Давиду и Марине. Осуществите свою мечту о собственном доме. Жить, как говорится, хорошо. А хорошо же ты все лучше. Точно. 503-551-60-60 или 360-713-15-45. Звоните сегодня, чтобы зафиксировать низкий процент на ипотечный кредит и получить дополнительные 300 долларов уже сейчас. Ничего на свете лучше нет, чем купить продукты вместе этом. Кухни вкусно и все ингредиенты, и всегда довольные клиенты.